Подготовка к сложной коронарной интервенции зачастую бывает намного важнее основного этапа доступа, направляющей, поддержка. Анатолий Александрович Ларионов в этом выпуске расскажет и поделится своими знаниями о том, как правильно распланировать сложную коронарную интервенцию. Приятного просмотра! Анатолий, давай начнем с доступа для гайда. Какая, во-первых, артерия? Ну, это может быть бедренная или лучевая. Выбор интродюсера. Давай сначала проговорим эти моменты. Ну, ты знаешь, что я очень часто рекомендую брать семифрончовые гайды для сложных коронарных интервенций. Это не только для хронических окклюзий, но и для бифуркационных поражений, для крупных коронарных бифуркаций. Он дает тебе возможность, во-первых, и быстрее проводить манипуляции бифуркационные, во-вторых, дает большую поддержку, меньше идет использование таких устройств, как гайд-экстензоры, вот, с одной стороны. А с другой стороны, мы вроде как получаем больше риск осложнений. И, соответственно, когда ты устанавливаешь такой большой интродюсер семифрончовый, то есть ожидаешь, что за счет того, что ты получил лучшие условия для операции коронарной, получаешь повышенный риск осложнений. Но паратигма постепенно меняется. То есть очень многое зависит от качества, конечно, используемого инструмента. То есть это и при радиальном доступе, и при феморальном доступе. Если при радиальном доступе у нас больше интересует повторяемость доступа, то есть чтобы можно было несколько раз его использовать, то при бедренном нас чаще интересует другой момент. Насколько сформируется гематома во время процедуры или после процедуры. То есть осложнения. Какие-то уже после осложнения. То есть они разные в каждом случае. В радиальном и феморальном. То есть они смещены в одну и в другую сторону. Мы же не видим с тобой у 10% пациентов окклюзию общебедренной артерии, к счастью. Мы видим какой-то процент геморрагических осложнений. А в радиальном доступе наоборот. Соответственно. Ну и часто задают вопросы, какой выбрать интродюсер для радиального доступа. Короткий или длинный интродюсер. Ты, например, как для себя этот вопрос решаешь? Какими чаще пользуешься? У меня чаще десятки. Короткие. А чем ты это мотивируешь? Временем, наверное. То, что я изначально использовал десятый и одиннадцатый. И используя двадцать пятый, я, в общем-то, разницу никакую не увидел для себя. Это просто дело привычки для меня, я думаю. А я долгое время, например, работал длинными интродюсерами. Двадцати пяти сантиметровыми турманскими интродюсерами. И я понять не могу, зачем ставить короткий. Когда ты просто один раз установил достаточно по травматичному проводничку интродюсер. И следующие все движения у тебя гайдами, диагностикой, когда ты делаешь многосудистое стентирование, там, на левую, на правую берешь гайды, у тебя, соответственно, никаких проблем вообще с заменой инструмента нет. Если у тебя там недостаточно упора, ты сразу же можешь поменять гайд-катетер и не заморачиваться со спазмами. И при том, я, конечно, научной работы по этому не вел, но увидел, что у меня пациенты возвращаются. То есть это одно из преимуществ нашей специальности, что многократно можно выполнять процеду. Я видел, что у нас меньше гораздо окклюзии лучевой артерии, чем у пациентов, например, которые приходят из других учреждений, где пользуются короткими, не короткими интродюсерами даже, а, например, пользуются какими-то без гидрофильного покрытия. Наверное, в первую очередь, мне кажется, иглой, бедренной лучевой артерии. То есть есть даже такие, бывали такие вещи. Я соглашусь с тобой по поводу 25-го длинного. Он имеет преимущество по поводу того, что воздействие на стенку однократное при заменах. Это абсолютно обоснованно. И я слышу, что у меня от тебя не от первого. Но просто у меня сложилось так, что это 10-й и 11-й интродюсер. Но в первую очередь, это всегда интродюсер компании ТРУ с гидрофильным покрытием. И я всегда использую слендер при необходимостях большего диаметра гайда и с меньшим, соответственно, травматизацией. Вот, и мне хотелось бы, да, тоже. Я вот удивлен, что слендер бывает только 16 сантиметров у него. И он не всегда доходит до плечевой артерии. И, соответственно, когда ты ведешь семифранчевый гайд, у тебя вот эта вот ступенечка, когда лучевая артерия, скажем так, переходит в плечевую артерию. Если чего, соответственно, у нас можем травмировать артерию вот этим большим объемным гайдом. И приходится иногда даже БАТ-технику применять. Соответственно, у нас же продолжение плечевой артерии является локтевая. И у нас такая есть особенность с анатомией. И для меня вот один из маленьких таких недостатков слендера – это то, что именно нету размера 25 сантиметров, например. То есть я привык работать длинными, чтобы не заморачиваться, когда меняешь гайды, потому что на сложных коронарных интервенциях иногда приходится один гайд поменять, потом другой поменять, когда ты найдешь хорошую коксиальность и хороший упор. Может, они боятся из-за того, что он ломкий достаточно, и если 25-й будет заходить при коротком предплечье, он будет делать поворот, тогда он будет переламываться, не знаю. Возможно, возможно, возможно. Такая фантазия возникает. Один из его моментов, что он достаточно ломкий, но в то же время он обеспечивает отравматичное заведение вот этого инструмента, такого вот объемного, как семифрунчевый гайд-катетер. То есть у него Razer-эффект на 35-м проводнике гораздо больше, чем у шестифрунчевого гайда. То есть надо сразу понимать, должна быть определенная аккуратность при заведении таких крупных инструментов лучевым доступом. Но у нас особенность такая. Я вот иногда доступ выбираю, например, 7 френч, например, с луча, 6 френч с ноги. Иногда очень сильно влияет угол атаки на артерию, на устье коронарной артерии. И поэтому я именно, например, лучевой доступ при определенной анатомии выбираю именно для создания большей коаксиальности. Хотя логичнее было бы, например, семифрунчевый поставить через ногу. Я точно знаю, что в данном случае он будет мне, наоборот, мешать. Меньший упор даст. А лучший упор и лучшую коаксиальность я именно получу радиальным доступом. Поэтому семерка идет радиально. То есть мы идем на риск какого-то осложнения, то есть окклюзии лучевой артерии. Но зато получаем больший упор. Согласен. Но если вот тоже большой недостаток, что восьмерки нет. Все-таки семерочка выручает бесспорно. Семерочка выручает. Но восьмерка тоже иногда нужна. И она должна присутствовать. Гайды восьмифрунчевые должны присутствовать в сетевых клиниках. У той же компании Тэрума нет гидрофильных. То есть интродюсеров для лучевого доступа восьмифрунчевых. Хотя я, честно говоря, использовал восьмифрунчевые интродюсеры для трансрадиального доступа. Но это индивидуально. Каждому же пациенту доставишь, правильно? То есть мы в любом случае подходим к каждому пациенту достаточно индивидуально. И решаем, поставить какой инструмент, какой использовать. И, соответственно, я всегда за безопасность. То есть за максимальную. То есть я не буду ставить, например, в лучевую артерию большой интродюсер, если вижу, что чисто пальпаторная даже артерия очень малого диаметра. То есть это будет одноразовый доступ. То есть мы должны пациенту оставить и для следующего оратора, скажем так, хорошее условие, чтобы у него не было желания посмотреть протокол, посмотреть, что тут за... Кто это? Кто это там оперирует? Кто это позакрывал? Надо все оставить так, как было, чтобы не возникало этого желания. Да, и тут, конечно, нужен опыт достаточный трансрадиальных вмешательств 7-френчевых. Ну, то есть большего диаметра, когда ты понимаешь и анализируешь, какие будут исходы после этого доступа. Соответственно, когда я делал доступ 8 и 9 френч для МОМа, я это анализировал, ультразвуком смотрел артерии. Естественно, это я не рекомендую делать всем абсолютно. Ну, потому что мне, например, 8-френчевого трансрадиального от РОМа не хватает. Я бы его хотел видеть тот же восьмерку в семерке от Слендер. Может быть, они услышат нас. Может быть, да, может, услышат. Так-то, конечно, есть пациенты, которым можно ставить такие интродюсеры. И вот важная еще составляющая этого доступа для СТО. Мы интродюсеры поставили, обеспечиваем доступ через гайды. Гайды выбора какие они? Гайды выбора – это в основном модификации для правой коронарной артерии. Это IL-1, IL-075. А для левой коронарной артерии – это в основном ЭБУ-375, ЭБУ-4. То есть такие вот с достаточно серьезным упором. Они травматичные, поэтому я стараюсь, когда ставлю такие гайды большие, не делать вообще никаких съемок, пока не поставлю проводник в коронарную артерию. То есть я вслепую обычно завожу проводник, а потом только делаю первые съемки. Потому что вот эти гайды, они дают тебе преимущества, но и, соответственно, имеют и свои недостатки. Ну, как во всем этом, есть свои минусы. А такие сложные модификации, как 3D-Ride, например, там, Nota, что-то такое? Слушай, ну для этого надо, чтобы была наиболее широко внедрена МСКТ-коронарография. Чтобы такие устанавливать, чтобы ты знал точно 3D-анатомию коронара. Потому что, к сожалению, у нас в нашей специальности на рентгенографии нам не хватает третьего измерения. И третье измерение ты можешь получить до операции с помощью МСКТ-коронарографии. А интрооперационно, ну, с каким-то там, внутри коронаров ты можешь получить с помощью визуализации. То есть с помощью СУЗИ. Ну, то есть МСКТ при хронических окклюзиях редко используется. В основном для того, чтобы зафиксировать там уже результат полученный. В основном уже после стентирования. А в ходе процедуры обычно мы для получения третьего измерения используем СУЗИ. То есть, ну, это может быть там и механический датчик, и электронный датчик. То, что клиника может себе позволить. Ну, естественно, раз мы начали говорить о хронических окклюзиях, я скажу, что одно из важных моментов, когда уже гайды можно подобрать, можно ЭБУ поставить в правую коронарную артерию для хорошего упора. Все зависит от культи. Но каждое вмешательство на хронической датальной окклюзии должно проводиться с микрокатетером. То есть, если ты проводишь без микрокатетера, то уже, скорее всего, там может у тебя даже и не окклюзия. То есть, ты идешь на какую-то более простенькую процедуру, уже подспудно это зная. Иногда ты думаешь, что да. Но подожди, до микрокатетера я все-таки хочу вот правильно понять и, соответственно, зрителю донести. Правильно ли я тебя понимаю, что доступ бедренный или лучевой не важен от диаметра артерии, диаметра интродюсера выбранного и диаметра гайда выбранного. А более важна коаксиальность и именно угол атаки, как ты сказал. Да, именно угол атаки гайда. То есть, ты можешь семерку, используя слендер, поставить семерку в луч и шестерку в бедро. Независимо от того, не выбираешь гайд, если семерку, то, естественно, бедро, а шестерку в луч. Мы можем наоборот, если у нас могут быть какие-то особенности дуги. Например, там ты исходишь, например, с левого лучевого доступа тебе удобнее будет попасть в правую коронарную артерию. Если особенно вниз смотрит устье правой коронарной артерии, лучше с бедра идти или лучше идти с левого лучевого доступа. А, например, если вверх такой анатомия пара правой коронарной артерии так смотрит, сразу и делает потом колено, изгиб вниз, то тогда я лучше ставлю правой лучевой доступ для того, чтобы именно катетер с большой поддержкой, там, АЛ1 или ЭБУ 3,5 развернуть в устье и поставить очень с таким серьезным упором в синусе. Вот такие моменты. Ну хорошо, я тебя прервал по поводу микрокатетеров, продолжи мысль, что обязательно их использование, независимо от того, ты хочешь сказать, какую окклюзию ты видишь, может быть, она кажется короткой и легко проходимой, да? Да, конечно. Во-первых, использование микрокатетера, в принципе, оно тебе позволяет постоянно менять кончик проводника, менять проводники, позволяет увеличивать пенетрационную силу проводника, кончика проводника. То есть за счет того, что приближаешь ты просто микрокатетер к кончику и уже удваивается пенетрационное усилие проводника, соответственно, ты можешь варьировать там диаметр микрокатетера с какими-то устройствами. Через шестифренчевый гай можно два тонких микрокатетера использовать, там, например, два файн-кросса можно использовать. Файн-кросс два в шестерку свободно проходят. Ну, не в каждую, естественно, да? Те, которые 0,71 и 0,72. Да, да. 0,70 старого поколения там, естественно, не проходят. Да, два микрокатетера. Это просто такие уже не используют. Ну, в любом случае, через семерку работать удобнее. Там ты в два раза больше упор получаешь, и гораздо быстрее там у тебя все манипуляции. Через семерку можно даже трейсинг сделать. То есть, тебе там три баллона завести. Какая у тебя градация по микрокатетерам? Вот ты назвал сейчас файн-кросс, это у тебя как воркхорс идет? Да, по большому счету, да. Файн-кросс – это как воркхорс микрокатетер. Им можно делать и инстент окклюзии, и септальный доступ, и делать и эпикардиальный колтрали. К сожалению, у нас… А длины какие, кстати, у него? У него 135 и 150. Две длины. Вот, ну, я рекомендую, конечно, всем, у кого ограничен бюджет, заказывать 150. Опять к вопросу, зачем заказывать короткие, если есть длинные, да? Как и у френд-кроссера. Короткими-то удобнее работать, на самом деле, когда антиградный доступ. Но у нас иногда бюджет не позволяет, а у нас бюджет не позволяет. А вдруг мы у тебя в клинике работали короткими, мы просто укорачивали гайд. Гайд-катетер, достаточно сильный, на 15 сантиметров. Вы получали эту выгоду при ретроградном доступе, например. Тут момент на этапе заказа. Это подстраиваться надо. Потому что я тоже… У нас, к сожалению, сложно. Да, извини. Я тоже 150-е, и, ну, иногда поставщиков нет, не могут заказать и так далее. Какие-то проблемы. То на заводах, то на поставках, и попадают вот эти короткие длинные. А так я тоже, считаю, ну, для себя решил, что, так как я не знаю, какой у меня будет доступ в дальнейшем, и заказ идет на год, иногда на два, то преимущества, конечно, в сторону большей длины идут. Ну, еще такая есть маленький, маленький такой нюанс, который может произойти в ходе процедуры, так называемое осложнение. Да. Перфорации различные, когда понадобится заведение койлов, периферических, там, спирали, то есть спирали, которые есть, вот и Рума, а Азур, на которого у Бостона есть, там, спирали, они имеют, самые маленькие диаметры, имеют 18-й профиль, и они не выходят через Корсар, потому что у Корсара кончик 0,16, и эти спирали 0,18, они просто не выходят через Корсар. Ты должен в любом случае иметь для вот этих целей, там, Файнкросс. Ну, и мне кажется, например… Там длинные, удобные, 2,2, по-моему, есть, да? Да, да, да. Коротенькие, которые как раз можно… Которые как раз можно через Файнкросс провести для закрытия какой-то перфорации, там, при перфорации колландеральной, например. Ну, и еще один такой момент, который я очень люблю делать, постоянно выполняю, типы. В Файнкросс его легче гораздо делать, чем в Корсар. То есть у него больше кончик, и заостренным проводником, например, которым ты филдером каким-нибудь X-R или X-R выходишь ретроградно, и быстрее просто попадаешь в этот кончик, и потом низводишь по образованному ретроградным микрокатетером каналу, просто дистальное русло, и реверсию процедуры производишь на антеградную, и, соответственно… Но тут тоже надо иметь в виду, что если у тебя исходно недостаточно поддержки, извитость какая-то, лучше сделать экстронализацию. Вот. Иногда мы специально идем ретроградно, когда у нас нет хорошего антеградного упора, чтобы сделать ретроградную процедуру, выполнить экстронализацию и довести потом инструмент. То есть такие моменты. То есть надо взвешивать это все всегда. Ну, ира ОТВ-баллонов, которые использовались для реканализации, уже давно ушла, да? Я слышу до сих пор, коллеги используют. Их используют в основном. Скажи по поводу этого, да. В основном при диффузных сутатальных поражениях, чтобы завести ротовайр, можно использовать их для того, чтобы сэкономить на микрокатетере. У нас, к сожалению, да, вот эта традиция еще осталась использования ОТВ-баллонов. Хотя они, в них застревает проводник, у них внутренний шафт, он склонен к тому, чтобы волнообразно идти. Его не всегда удается так эффективно и так быстро заменить с помощью техники НАНТО или джет-техники, техники выдавливания. Когда мы выдавливаем короткий проводник, оставляем его в артерии и убираем микрокатетер или, в нашем случае, ОТВ-баллон. То есть есть определенные свои недостатки. И мы точно у ОТВ-баллона не видим кончик. Мы толком не знаем, где у нас инструмент. Мы только метку дистальную видим, получается. Или среднюю метку, если это какой-то короткий баллон с срединной меткой. Тоже такие вот вещи, которые при реканализации очень важны. Ну вот, дорогие друзья, мы обговорили основные моменты, основные точки, которые необходимо знать для начинающих СТО-операторов. Какие точки доступа, какие интродюсеры, какие гайды и, соответственно, микрокатетеры. Ну а вы подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Такие знания, которые передает вам из своих уст Анатолий Александрович, они ценны. И надеюсь, что вы будете с нами. Будем вместе. Будет интересно. Субтитры подогнал «Симон»